Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала Тритонина. С вами я, Нина Тритониченко, с очередным выпуском программы «Всё не так, как кажется». Никогда я не думала, что буду делать репортажи, посвящённые войне между Россией и Украиной. Как вы знаете, я сама родом из Украины, из города Героя Киева. Вот на вашем экране я тут буду показывать фотографии хроника войны, в частности того, что сделали российские войска с моим родным Киевом. Вот, смотрите. Мать городов русских, Киев, город-герой. Город с тысячелетней историей. Почти две тысячи лет, городу Киеву. Вот, видите, что творится. Это факты. Тут, по-моему, даже комментировать ничего не надо. Вот, смотрите. Вам по российскому телевидению такого никто не покажет. Но если у вас есть интернет, и вы люди пытливые, вы можете найти эти фотографии. О чём бы мне с вами сейчас хотелось поговорить? Я смотрю новости. Я 60 минут раньше никогда не смотрела, потому что Скобеева мне никогда не нравилась. Ну, чисто вот по-человечески она мне никогда не нравилась. Как она выглядит, как она разговаривает, какая у неё речь, на неё какой-то татарский акцент, хотя она ведущая. Ну, сейчас я смотрю. Не полностью. Я смотрю первые минут 20, чтобы знать обстановку на фронте. Да, что сейчас происходит, куда продвинулась армия, российская армия. И дальше я уже не смотрю, потому что дальше вот эти комментарии, обсуждения, от которых волосы начинают шевелиться у меня на голове, я вот эту ерунду не смотрю. Что ещё? Мы с мужем раньше любили смотреть, слушать аналитика Якова Кедми. Но он несёт ту же пургу, какую несут на российском телевидении. Вот эту пропаганду. Поэтому мы перестали его слушать, и мы отписались от российских блогеров, которые поддерживают это вторжение. Ребята, это война. Это не спецоперация. Это самая настоящая война. Это 1941 год номер 2. Только вместо Гитлера товарищ Путин. То же самое всё повторяется. Полномасштабное вторжение на Украину, на все города. Беженцев уже около 600 тысяч. Беженцев из моей родной Украины. Что творится в городах Украины? Фотографии я вам показала. Могу показать больше, но зачем людей пугать? Вы себе примерно представляете, что происходит сейчас. То же самое, что в Киеве, тоже в Харькове. Харьков страшно сейчас обстреливают из градов. Люди прячутся, много убитых, есть убитые дети, женщины, старики. Я не буду вам называть цифры. Моя задача совершенно другая. Поищите другие источники информации. Понимаете, если смотреть только один источник, у вас одно мнение. Если вы смотрите разные источники информации, у вас может сложиться другая картина восприятия происходящего и восприятия мира. У меня, как вы знаете, программы аналитические. Я никого не копирую. У меня всегда есть своя собственная точка зрения на то, что происходит в мире. И я сама выбираю темы. Я никогда не стремлюсь к лайкам. У меня нет вот этого хайпа. Это мне совершенно не нужно. В данный момент, почему я снимаю эту передачу, и меня очень многие люди смотрят из России, насколько я знаю, я бы хотела, чтобы вы посмотрели с другой точки зрения на то, что происходит сейчас на Украине и, соответственно, в мире. Мы находимся в преддверии Третьей мировой войны. А вот это очень страшно. Ну, давайте по порядку. Что говорит товарищ Скобеева или госпожа, уж не знаю, как ее называть, что говорят другие представители российского телевидения кремлевского. Ну, так, вкратце я расскажу, хотя мне даже противно об этом говорить, что это никакая не война, это спецоперация по демилитаризации Украины и денацизации. А теперь я вам перевожу на нормальный человеческий язык, что это значит. Это значит, во-первых, уничтожение государственности Украины, присоединение Украины к России, а также уничтожение украинского народа. Ну, уничтожение всего украинского, уничтожение национальности, уничтожение всего того, что делает украинцы украинцами, уничтожение языка, уничтожение культуры и насаждение силой всего русского. Что еще говорят на российском телевидении? Начиная от Лаврова и заканчивая всеми теми корреспондентами, которые работают на российском телевидении. Говорят, что у них миссия, чуть ли не миссия от Бога, они идут спасать русскоязычных людей от нациков. Дело в том, что на Украине русскоязычных процентов, наверное, 80. В Киеве почти все говорят на русском языке. Хотя украинский тоже все знают, его любят, уважают, иногда им пользуются. Дети все говорят на украинском, дети ходят в украинскую школу. Русскоязычные очень любят украинский язык. На самом деле он очень мелодичный, он очень красивый. Ну, привыкли в быту разговаривать на русском языке. Так вот, русскоязычные сейчас все переходят на украинский после вторжения, потому что им многим противно говорить на русском языке. Понимаете, люди просто не могут этого делать. Им противно. Они не могут поверить, что Россия смогла пойти убивать украинцев. Никто там по национальному признаку никого не кошмарит и не уничтожает. Повторюсь, в Киеве процентов 90 русскоязычных. И все эти люди, и русские, и украинцы, в смысле по национальности, да, и татары, и евреи, и все, кто там есть, все объединились сейчас против общего врага, против российской армии, которая вторглась на территорию соседнего государства, чтобы его уничтожить, чтобы уничтожить саму государственность, само государство Украина. Создается территориальная оборона из обычных простых жителей. Люди записываются в добровольцы, люди создают отряды для борьбы с мародерами. Женщины готовят еду для солдат, для защитников своей страны. Все стараются чем-то помочь. Очень многие сдают кровь, стоят в очереди, чтобы сдавать кровь. Люди сплотились, все сплотились против одного врага, против российской армии. Повторяется 1941 год. Тогда люди сплотились против общего врага нацистской Германии. Сейчас люди сплотились как один. Вся Украина. И блицкрик Путина не получился. Я не знаю, какие у Путина советники, что они ему там наплели. Ему рассказали, что российскую армию будут встречать как освободителя, как в оккупированных странах встречали советскую армию в 1944-45 годах. Этого не произошло. Россию, которая вторглась российских военных, украинцы, живущие в Украине, ненавидят. Считают агрессором, оккупантом, фашистами. Несчадно с ними борются. Но люди, которые сдались в плен, к ним относятся по-человечески. Теперь поговорим еще об этом вторжении с точки зрения мирового права. Существуют определенные правила, существуют определенные законы. Путину не нравится, что украинцы разговаривают на украинском языке. Путину не нравится украинский президент. Это что, повод для вторжения? Мало ли кто кому не нравится. Мне, например, не нравится, что в мусульманских странах мужчина имеет право иметь четыре жены. И что я теперь должна идти с оружием против них воевать, потому что я христианка, а не мусульмане. Понимаете, Путин нарушил все мыслимые и немыслимые международные законы. Поэтому сейчас весь мир настроен против, и весь мир Путина боится, потому что Путин размахивает своими сверхзвуковыми ракетами. И весь мир пугает, что если кто-то мешается, то Путин начнет бомбить весь остальной мир. То есть он уничтожит. Это его слова. Зачем нам такой мир, если в нем не место России? Значит, надо уничтожить весь мир и оставить Россию. Что в результате вот этого всего, что сейчас происходит? Прежде всего страдают россияне, живущие на территории России. Они уже на себе прочувствовали влияние западных санкций. Об этом вы можете почитать в своих средствах массовой информации. Еще раз повторюсь, меня смотрят люди, которые проживают в России. Что я вам буду рассказывать о том, что у вас сейчас происходит? Вы и сами знаете, что сейчас с курсом доллара, что сейчас с вашими поездками за границу и так далее и тому подобное. Мир пытается как-то остановить Путина. Остановить его невозможно. Путин пытался взять Украину за три дня. Но люди, живущие граждане Украины, они выказали яростное сопротивление. Яростное сопротивление врагу. Поэтому от бессилия сейчас российские войска обстреливают, просто накрывают города, такие как Киев, Харьков и другие, и меньшие города, обстреливают из градов. А это уже тянет на суд в Гааге. Путин это преступник, которого нужно судить за преступление против человечности. Ну подумайте об этом. Пожалуйста, я никого не хочу обзывать. Я люблю русскую культуру. У меня девичья фамилия Коновалова. Мой папа вообще никогда в жизни на украинском языке не разговаривал. Понимаете, я в себя впитала и русскую, и украинскую культуру. Мне вдвойне больно. Я вообще, я три дня жила как во сне. Мне казалось, что я проснусь, потому что всего этого кошмара не будет. Это не может быть правдой, потому что это не может быть правдой никогда. То есть для меня это было очень сложно все это принять. Но у меня там в Киеве родственники, одноклассники. Сейчас же все дружат, все на фейсбуке. Всех можно найти. Я всем звоню. Я спрашиваю отношения ко всему происходящему. Причем люди и русскоговорящие, и те, кто на украинском предпочитает разговаривать, и люди, которые поддерживали различные партии, все говорят одно и то же. Будем бить врага до конца, пока захватчик не уйдет с нашей родины. А мы многим звонили. Я звонила своей двоюродной сестре, мы звонили нашим одноклассникам, мы с мужем в одной школе учились. Все говорят одно и то же. Говорят, детей жалко, прячемся в погребах. Как вы себе представляете, в погребе там сыро, там жить невозможно. Вот сидят по три дня. Смотрите альтернативные новости. Что бы я порекомендовала посмотреть русскоязычным? Потому что я, я-то знаю украинский язык хорошо, и смотрю сейчас объединились все медиахолдинги Украины, и идет вещание 24 часа в сутки. То есть каналы меняются друг с другом, но есть доступ к информации, постоянный доступ к информации. Но для русскоязычных, если говорить об альтернативных новостях, да, ну как бы говорить о другой точке зрения, можно посмотреть «Голос Америки». У них тоже есть вещание 24 часа в сутки, прямой эфир. Это тоже интересно посмотреть. Там и о санкциях европейских, и о том, сколько погибло российских солдат. Вот, в общем, это кошмар. Об этом почему-то тоже в российских новостях не говорят. Путин, видимо, боится, что народ против него восстанет, или, по крайней мере, будет настроен против того, что происходит, потому что умирают молодые ребята. Теперь еще хочу сказать о том, что ребята, которые попали в плен, российские ребята, ну, во-первых, к ним нормальные отношения. Вот то, что я видела из новостей, их показывают, этих ребят показывают, у них их допрашивают, у них берут интервью. Это молодые ребята-срочники, им по 18-20 лет. Это я сама видела, сама на этих ребятах. Они моложе моего сына, моему сыну 28, мне их ужасно жалко. Они говорят, что их сначала привезли на учение, потом привезли ближе к границе, потом ночью они перешли границу с Украиной, и им не сказали ничего. Они вообще, они не поняли, что они здесь делают, зачем они здесь нужны. Еще вам хочу сказать, что многие ребята деморализованы, они не хотят нападать на Украину, им это абсолютно не нужно. У многих закончилась еда, закончились боеприпасы, они несчастные бегают, пытаются грабить магазины, их ловят. В общем, этих ребят ждет незавидная судьба, понимаете? Это братские народы. Украина была с Россией более 300 лет, но сейчас Украина сделала выбор, другой выбор. Но не только же Украина сделала другой выбор. И Латвия, и Литва, и Эстония, и Польша. Многие страны встали на сторону Запада. Но это выбор Украины, этот выбор стоит уважать. Если так рассуждать, так Путин теперь должен и на Финляндию напасть. Финляндия ведь тоже когда-то была в составе Российской империи. Да? Но Финляндия не стала, не попросилась обратно в Россию. Ей это не надо, у нее свой путь. Что теперь все страны, которые выбрали другой путь, и которые когда-то были в Российской империи. Польша тоже когда-то была в Российской империи. Что теперь всех надо бомбить и всех уничтожать? Вы понимаете, чем это грозит? Это грозит Третьей мировой войной. Я старалась никого не обидеть. Ни россиян, ни украинцев. Я уважаю и русский народ, и культуру. Я музыкант. Я знаю очень много русской музыки. Русских композиторов знает весь мир. Чайковского исполняют во всех театрах Америки. Понимаете? Это нельзя вычеркнуть. Ну, то, что россияне когда-нибудь еще останутся братьями украинцев, я в этом очень сильно сомневаюсь. Вот на этой печальной ноте я хочу закончить свое повествование. Всем добра и мира. Пожалуйста, потрудитесь, посмотрите альтернативные источники. Очень вас прошу. Всем хорошего дня, добра и мира. До свидания.